Артём уехал в Питер, и теперь я могу спокойно заниматься какими-нибудь делишками. Вот у меня есть такое-то, что убираться в доме, там генерально, прям наводить порядок, я могу только, если никого дома нет. И рядом никого нет, и никто там не будет меня отвлекать какими-нибудь чаепитиями, подай принеси, давай посмотрим, а знаешь, что там в интернетах пишут. Вот это вот. И сейчас надо красить. Я не представляю, как вот блогеры есть такие, которые снимают, как они что-то делают до, после. Вообще это сложно для меня, потому что, когда я что-то такое делаю, я впадаю в какую-то такую медитацию, включаю себе подкаст какую-нибудь, книжку или что-то ещё, и хожу, и делаю, не отвлекаясь на фото, видео, вообще не трогая ничего. Да, я с краской стою. И вот, поэтому у меня таких видео нет. А я сейчас, наверное, начну с тёмной краски. Мне вот эту вот надо покрасить, вот. Потом в гараже лежат наличники со всех окон и углов доски. Как я буду красить вон там, я не знаю. Я тут еле скотч сейчас прилепила вот на такой высоте, вот там, плинтус, чтобы отделить. Вот это всё будет прозрачным лаком покрашено, а тёмная краска вон там. Я не знаю, как я туда полезу, полезу ли вообще без кого-нибудь. Наверное, нет. А может, и да. А вот с этой стороны тоже будут проблемы, потому что здесь ниже, чем там. Хотя, может, не будет, с лестницы покрашу. В общем... Так, а что у меня здесь тоже надо? Да, вот тут ещё торец надо. В общем, сейчас, наверное, приступим. Пока вроде никаких больших туч не идёт. Меня дождём не смоет. Вот. Никаких вот процессов там таймлапсов. О, бабочка. Я, конечно же, снимать не буду. Но... Запомните меня. Если что. И если я навернусь куда-нибудь в бокс лесенки. Но я постараюсь этого не делать. Вот. Попробуем. Надеюсь, что эта краска-то... Надо её, кстати, попробовать на какой-нибудь дощечке. Вдруг она не того цвета. Я тут вот крашу. С кубиком сейчас сходила. А тут вон кто объявился. Ну-ка, пошли кушать. Пуаро, вылезай, иди сюда. Котик. Кс-кс-кс-кс-кс. Идём. Давай. Я тебя насыплю сейчас. Давно его не видела. Привет. Держи. На. Мяу такой. Мяу нежненько так. Ты где был? Где пропадал? Давай, кушай. Кушай, кушай. Давно его не было, да? Тебя давно не было? А где ты был? Мёд, пиво пил. Ладно, пойду докрашивать. Тоже темнеет. Плохо видно. Котик, котик, котик. Отголодал, значит, где-то, да? Ну и славно, всё в порядке с ним. Пусть ест. Не забывает про нас приятно. Вот, всё. Покрасила все наличники, два слоя. Наверное, ещё придётся потом докрашивать. Ну и там вот крышу сбоку, под крышей, вот эту вот полоску. Почти ведёрка краски из расхода осталась, наверное, ну не ведёрка, четверть осталась ведёрка. А у нас всего два этих ведра маленьких. И нам сказали, что, в принципе, должно хватить и на гараж, и на совешню. Не хватит. Мне кажется, эти два ведёрка хватит только на совешню. А на гараж надо будет ещё докупать. Все штанишки на папе порвала нагибаться. Это строители дом красили, они для наличников специальные леса строили, чтобы на них нормально, на нормальном уровне сложить всё, покрасить и не париться. Вот, я их очень понимаю. Пойду переодевать штанишки, попью кофе и всех кормить. Там уже ночь, темень тёмная. Услышала плюх в тазике. А кто это тут такой живёт? Кто живёт в тазу? Привет! Лягушенька. Лягушенька живёт у нас в куршинках, оказывается. А как ты сюда залезла, мне вот интересно? По пеньку? Всё-таки высоко. И ты там прямо живёшь-бывёшь? Ну, а чё, хорошо. Наверное, по этому пеньку залезла. Надо другие тазики проверить, вдруг там тоже кто-то живёт. Всё. Продолжение следует...